А помните, я вам рассказывал про удивительную художницу из Казахстана, которая в Великобритании выиграла первое место на международном конкурсе Golden Time Talent? Ее картина настолько поразила жюри, что среди всех участников они выбрали именно ее работу. И теперь Ассем получает приглашение для участия в выставках не только из Казахстана, но и из-за границы. И сегодня мы встретились с ней в рамках нашей передачи Colises, где поговорили о том, как это вообще получилось, что она выиграла на конкурсе, куда направляют свои работы конкурсанты самых разных уголков мира. А также о том, как сегодня в эпоху ТикТока развивается изобразительное искусство, и как культура Казахстана и музыка, в том числе и фантастического Димаша Кудайбергена, пробуждает в людях вдохновение и дает возможность мечтать, творить и жить. Буду рад видеть вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Обязательно подпишитесь, у нас регулярно выходят выпуски о поразительных казахстанцах, которые покоряют мир в самых разных сферах. Ну и желаю вам приятного просмотра! Я с вами очень рад, что сегодня мне удалось встретиться и поговорить, потому что я когда про вас узнал, про вашу картину, которую выиграла в Англии, я вообще, первая мысль, у меня была такая, казашка нарисовала картину, которая в Англии выиграла гран-при. Это вообще как? Расскажите, вот как это произошло и про вашу картину тоже. Ну на самом деле я сама была в шоке, я до конца не верила, что такое произошло, потому что я когда отправила эту картину на конкурс, и сама не ожидала, что я какое-то место займу, я просто как бы для себя, для пробы, для опыта, можно сказать, просто попробовать, как в этом международном конкурсе участвовать. Я участвовала, но это было в школе, в художественной школе, там, конечно, у тебя есть куратор, у тебя есть учителя, которые помогают этим заниматься, а тут я увидела в социальных сетях рекламу, что есть такой конкурс, и я решила себя попробовать, там, связалась, получается, с менеджерами, и вот отправила картину, это был онлайн-конкурс на самом деле, вот, и через месяц или полтора, или два, я не помню точно, мне приходит от менеджера сообщение, что я выиграла первое место, поздравляю вас, и сначала я прочитала, у меня такие оживёженные глаза, потому что место, ещё и первое, я вообще не ожидала, честно говоря, потом, ну, там была ссылка на сайт, где были все места, и, честно говоря, я прям была так горда, потому что там возле каждого участника есть флаг, например, ну, в племенном А7, и флаг Казахстана, и там столько-то баллов, кстати, я набрала 98,8 баллов, максимально 100. Возможно? Да-да-да, максимально 100. И у меня полились слёзы от того, что такое чувство переполняло меня, я этот же момент сразу запечатлила на камеру, и вечером уже всё выложила, перед сном, получается, всё, в интернет, и утром я проснула знаменитый. Да. Ой, это круто, интересно. Вообще, это вот картина, которая сейчас у нас по центру расположена, да? А можете рассказать, как она называется? И вот мы с вами уже встречались, у вас была выставка в Алматы театре, и вы сказали, что это ваш муж и его мама. Да. Эта картина называется «Анамимбала». Здесь изображены моя юнешка и мой будущий супруг в трёхлетнем возрасте. В 95-м году были съёмки «Жамбал донжастых шага», это юность Джамбыла, фильм про юность Джамбыла, где моя юнешка играла его джинге. Джингешка. И на эту съёмку мама решила с собой взять трёхлетнего сына, там его переодели тоже в этом же... Да, и в этот момент он там запечатлели, как в бэкстейже, говорим, вот в бэкстейже фотографии, и я эту фотографию увидела где-то в социальных тоже сетях, в интернете где-то просто... Мы вот художники, часто сидим в Пинтересте, в интернете, ищем какие-то референсы, да, бывают. Я нашла эту картинку, и для меня показалось знакомым лицом. Я как раз тогда была в декрете за своим там двухлетним, двухлетним годовалым сыном. И направилась к моей юнешке, я говорю, «Мама, это вы?» «Да, это я, вот в 95-м году». И вот она рассказывала эту историю, и я говорю, «Я обязательно нарисую эту картину». И вот так вот завтра, послезавтра, так прошло несколько лет, два или три года, только потом у меня дошли руки, да, можно сказать, до него. И писала я эту картину где-то два-три месяца. А вы художница, прям учились на художнице или как? Да, я художница, я закончила художную школу, потом поступила в университет Шабыд в Астане, и там на монументальной живописи я проучилась пять лет. Ну, это серьёзно, да, потому что когда смотришь через Инстаграм, думаешь, ну вот, девушка рисует, а вот так же никто не знает, что у вас получается прям профессиональное образование. Это супер вообще, потому что вот мы когда репортаж сделали, выпустили, и я смотрю комментарии, там, и ещё просмотры, ну, много так просмотров. Сегодня же, ну, вы же знаете, эпоха ТикТока. Да. Вот, и, ну, в основном все сидят ТикТок, Инстаграм, и поэтому вот, ну, лично меня радует, что такие, ну, что искусство традиционное, оно благодаря ТикТоку тоже может развиваться. А вы вот как считаете, как искусство художественное, оно как сейчас живёт вот вообще в современном мире вот этого информационного бума Инстаграма и ТикТока? Ну, вот у меня часто, например, спрашивают, как вот себя продвигать, как, вот, что вы скажете, там, молодёжи. Я говорю всегда развивать социальные сети, ТикТок, Инстаграм, может быть, даже Фейсбук. Почему? Потому что без этого сейчас, мне кажется, никак. Только там можно себя проявить, показать, как-то показать свой характер, да, именно в искусстве. Вот. И я думаю, это какая-то вот неотъемлемая часть сейчас продвижения себя в искусстве, вообще в любых, мне кажется, даже сферах. А это, как вы думаете, помогает или, может быть, наоборот? Ну, да, здесь есть и обратная сторона, потому что бывают, ну, становятся знаменитыми те люди, которых, ну, я не против, конечно, тех людей, которые без образования, там, ну, в чём душа лежит, естественно, они этим будут и заниматься. Но немного ревностно, потому что человек, который всю жизнь учился, на эту всю жизнь этим занимался, но при этом не может себя продвинуть в Инстаграме, как будто бы это несправедливо. И поэтому с этой стороны я тоже, вот, тёмная сторона этого тоже есть, потому что, можно сказать, знаменитыми становятся не только профессионалы. Да, это также ещё, вот я замечу, что, например, есть же в Алматы шикарный музей имени Костеева, и там, ну, фантастические картины. Я там был несколько раз, каждый раз прихожу, удивляюсь там. Особенно у меня впечатляет картина, где запечатлен Олжас Сульменов, когда он читает вот это послание «Земля поклонись человеку». И там такая она большая, яркая. А на самом деле люди сейчас смотрят в интернете, а в музей не ходят. И, например, вживую не так смотрят. Вот поэтому мне кажется, что современное искусство всё-таки чуть-чуть страдает. Но благодаря вам, получается, возвращаются люди. Да, я и в социальных сетях тоже говорю о том, что живую, конечно, картина совсем другие эмоции передаёт или можно воспринимать, ежели через камеру. Потому что не всегда цветокоррекция какая-то, ну, может быть, другая, или какие-то мелочи может не заметить. Поэтому вживую — это совсем другие ощущения, конечно. А у вас сейчас где можно вот вживую посмотреть? Ну, нам повезло, мы сейчас сидим. Я уже второй раз вижу, потому что я был на выставке вашей. И вот сейчас тоже в очередной раз могу наблюдать. А вот людям, которые захотят прийти на ваши картины, посмотреть им, что делать? Ну, у меня есть мастерская, студия, где я вот пишу картины. И я всегда за, что ко мне приходили. В основном ко мне приходят, можно сказать, пожилые люди, женщины, там, выше 60 лет, которые, когда хотят заказать картину, для них немного страшно онлайн заказывать. Ну, потому что сейчас век технологии, в основном я даже своих заказчиков могу не видеть. И они перед тем, как заказать, хотят меня увидеть, пообщаться. Я наливаю чай, мы с ними болтаем, я потихоньку показываю по одной картине, рассказываю истории. И они вот воодушевлённо уходят. Он говорит, спасибо, что вот так вот рассказала, потому что, говорит, на самом деле сейчас, говорит, страшно что-то вот куда-то переводить деньги, да? И поэтому я всегда за посетителями в моем мастерской. Приходите, будьте гостем. У вас это, по-казахски, да? Айтпакша, сыс, казахшая сөлесиспа? А ваши родители, они вообще тоже, наверное, художники, или чем они занимаются? Нет, у меня родители учились вообще в технической образовании у них, инженер, чего-то-чего-то. У меня даже родная сестрёнка химик, поэтому единственное, у меня мама немного связана с творчеством, она любит шить, вышивать какие-то, вот. Но такого образования, как художественное, или связанное с искусством у них нет. Да, это, конечно, интересно, что у вас, может быть, у вас где-то раньше были деятели искусства, потому что я вот ещё заметил, что у вас в творчестве есть казахские мотивы. Вот об этом можете тоже рассказать? Что вас вдохновляет? Потому что у вас икони, орнаменты, узоры, вот и тоже такой всё, прям дух просыпается казахский. Даже во мне, хотя я не казах. Ну, на самом деле, можно сказать, первыми, кто во мне вот это воодушевил, это были сами заказчики, которые захотели, вот, я хочу картину, чтобы он был, ну, я же с интерьером больше связана бывает, и они хотели картину с каким-то национальным узором или ещё вот именно, чтобы какой-то мотив был казахский. И вот этот вот дух, они во мне, как говорится, спрос, да, рождает предложение. И после этого я вот свои творческие работы тоже начала в этом стиле писать, и дальше больше именно уже лица, какие-то украшения, одежда, какой-то быт. Это всё уже так вот просыпалось, и я это изобразила в своих картинах. В общем, казахские тренды, они есть и в том числе и в изобразительном искусстве. Да, это, конечно, очень интересно. Кто вот из артистов, кого вот чаще всего слушаете? Ну, честно говоря, нет такого какого-то вот определённого, но мне нравится, например, Димаш. Я очень вдохновляюсь его историей, очень поражаюсь его воспитанием, как он относится к людям, ко всем, причём как-то ровно, то есть ни знаменитость, ни стаж, вот как-то он всех уважает, у меня это иногда вот я смотрю его там видео, нарезки, некоторые вот видео прямо аж до слёз бывают, что вот в душе просыпается какой-то, и хочется быть таким человеком простым, он при этом очень душевным, воспитанным. Вот в нём вот есть как раз-таки вот это казахское воспитание. Я тоже, кстати, большой поклонник творчества Димаш. Да, я с 17-го года слежу за ним, поэтому то, что вы говорите, очень правильно. Даже я знаю, что очень много художников, вот, то есть вы сказали про Димаша, это очень, ну, верно подметили, очень много художников вдохновляются творчеством Димаша, и не только художников, и музыканты, и скульпторы есть. И вот один из художников, Нурлан Ахметов, он вообще боксёр сам, но переехав в Турцию, в Аланию начал заниматься искусством. И тоже он берёт коралл из моря в Алании и на нём рисует чернилами. У него есть картины там вот тоже с Димашем. И вот это же нужно каждый день, находить вдохновение, находить мотивацию. Как вы вот с этим справляетесь? Ну, на самом деле, мне для мотивации многого не надо. Почему? Потому что я в один период решила, что мне нужно рисовать вот в определённое время. И я вот с 9 до 6, как офисники, я прихожу на работу в 9 утра, начинаю работу, у меня обед как положится, с часа до двух, и дальше я продолжаю работать. Потому что я так поняла, вот как я чувствую, для меня нужна дисциплина и систематика какая-то. Тогда у меня, я вижу результат в этом. Было время, когда я писала дома, а в декрете я вообще только ночью писала. Потому что уложу ребёнка спать, и у меня начинается на кухне вот этот свет, пишу, пока поставлю там какой-то сериал на фоне, и вот иногда могла до 5 утра. То есть это всё равно надо, ну, как бы профессионально подходить, как и к любому делу, чтобы был результат. А сын у вас получается тоже? У него страсть к искусству, если он свою руку приложил к одной из работ? Он, знаете, он больше по скульптуре, наверное, он очень любит делать всякие фигурки из пластилина. Да, у нас весь дом просто уже обставлен этими фигурками, мы не знаем, куда же их ставить. Не дай бог, ты там нас напишешь или выкинешь, он сразу это поймёт, увидит, и там же скандал. Иногда люди забывают про свою мечту, что они мечтали, например, стать художником, или мечтали, например, писать музыку. Какой совет, какую мотивацию можете дать вот людям, в которых есть вот этот огонёк творчества? Ну, я вообще считаю, что творчество может не мешать вашей работе, можно заниматься им параллельно. И вот, например, я люблю петь, я обязательно, ну, иногда бывает, прихожу домой, включаю коробки, люблю попеть. Я не скажу, что я красиво пою, но мне вот нравится, потому что это как развивает другое твоё полушарие, с другой стороны ты открываешься и к своей работе, ты потом уже относишься более нормально, да, можно сказать, потому что твоя работа, вот какая-нибудь офисная, да, грубо говоря, постоянно, когда ты одним и тем же занимаешься, а у тебя душа другой требует, она становится для тебя тягостью. А если ты проявляешься, мне кажется, ну, это вот моё сугубо личное мнение, ты проявляешься в других сферах, к которых вот душа тянет, ты уже к своей работе не так тягостно относишься, потому что твоя жизнь немножко разнообразна, ты развиваешься в разных сферах, проявляешься в себе и вот вытаскиваешь все свои вот внутренние потребности. И тогда и твоя работа станет и в радости, и твоя душа, мне кажется, тоже успокоится. Вот у меня есть тоже люди, которые ко мне приходят и в 40, и в 50, и в 15 лет на мастер-классы. Я веду иногда мастер-классы индивидуальные. У меня нет вот зала, где тысяча людей, десятки там. Один-два я беру, потому что я хочу, чтобы каждому я могла какое-то время уделить и объяснить. И самой, чтобы мне не было тяжело с несколькими людьми, я сажаю, мы с ними общаемся, я показываю, как. И людям становится намного легче. Они говорят спасибо, всё. И они дальше уже могут у себя дома это всё делать. Я всё им рассказываю. Как? Какое время? Поэтому какое-то ограничение возрасте, мне кажется, нет. Но вот спрашивают про детей, я вижу, что мой ребёнок хорошо рисует, как мне сделать. Я считаю, что если вы хотите, чтобы он профессионально стал развиваться, отдать его в лет 12-13. Потому что сама, когда я училась в художественной школе, мне было 12-13 примерно лет, и со мной на первом курсе художественной школы была девочка в 7-8 лет. И вот сравните разницу в 7 лет, как она будет информацию от преподавателя получать, и в 12 лет. Естественно, у нас были разные уровни. Она там закончила, например, художественную школу в лет 13, а я в 16. И у нас были разные уровни, естественно, я пошла по этому пути. А для неё это было просто художка-художка. Она перегорела этим. Даже если у неё был какой-то, например, дар, она так и останется там в школе. И когда она вырезается, она будет говорить, а я когда-то в художку ходил, я тоже художник. Понимаете? И вот разница в этом, как воспринимается информация, в каком возрасте. Поэтому развивать просто как для кружков можно, мне кажется, но сильно не требовать в 6-7 лет каких-то результатов. Мне кажется, если хотите профессионально, чтобы ребёнка, вот 12-13 лет начинать. И нет такого, да, что лёгкий путь, одну картину нарисовал, на конкурс отправил, выиграл, да? Всё равно надо проводить. Мне кажется, очень редко бывает такое, что простреливается, не без какого-то опыта. Да, бывает, это современный мир, это век технологий, соцсетей. Есть такие, мне кажется, люди, которые вот прострельнули. Но в основном за таким успехом стоит огромный опыт, это огромная лестница, по которой карабкались, карабкались, карабкались. Поэтому, когда я взяла это первое место, я несколько дней была в таком немножко непонятном состоянии, как будто бы просто вот с неба свалилась. А потом я себя успокаиваю. Асим, ты столько работала, ты там и в художественной школе карабкалась, и там, и тут, и везде. Ты всё время работаешь, ты достойна. Достойна. Мне вот два вот этих личности боролись, которые говорили, ты достойна, а вторая, которая просто с неба как будто упала. Я себя успокоила, я потом приняла это. И на самом деле вот таких много. Так же, как Имамбек, который Грэмми получил. Не сказать, что он одну музыку сделал. Он же до этого тоже много чего сделал. Он пахал как следует. Он, может быть, тоже не ожидал этого, но он каждый день делал своё любимое дело. И оно вознаградилось. Как ещё можно, ещё один пример, квадрат Малевича. Да. Это же не просто квадрат. Конечно. Я его видел, но я был маленький ещё тогда. Я его видел, и подумал, что квадрат? А на самом деле это огромный трёх. Нам даже в универе преподаватели говорили, если вы хотите писать абстракции, вы должны полностью изучить академическую часть. То есть вы должны и портреты, и натюрморты, всё-всё-всё изучить, а потом уже переходить к абстракции. Только потом вы будете понимать, какую абстракцию вам нужно писать. Потому что без академии абстракция — это будет просто каляка-маляка, грубо говоря. Каляка-маляка. Да. Вот это мой стиль. Это тоже имеет место быть. Ну, супер. Ну, в общем, всё равно, да. Янбек кирек. Янбек кирек. Сабр кирек. Да. Нужно попахать. Да. Рахмет, что пришли. Будем ждать от вас дальнейших успехов, дальнейших побед, достижений. Только вперёд. Вот. Очень было интересно. И надеюсь, что в следующий раз мы с вами ещё увидимся, когда ещё одна из картин победит ещё на каком-нибудь конкурсе. Спасибо большое. Я ещё хотела сказать, что меня в этом году уже на выставку пригласили в Лондон с какой-нибудь одной картиной. Да, и эту картину я тоже к вам привезла. Называется «Каз». Вот девочка. Я вот она с казахскими очакей. Я вот в такой немножко стилистике решила повезти эту картину. На самом деле, я хотела Салки-Ле повезти. Она немножко по размеру мне подходила. Хотела бы рассказать про нашу традиционную одежду, про Салки-Ле, невесту. Вот. И вот пришлось... Ну, это тоже хорошая картина. Такой взгляд у неё. Да, это вот чувствуется собирательный образ. Батыр. Кстати, да, я кши-жиз. Я кши-жиз. Я кши-жиз. Батыр козван. Всё, всё. Сын-дун. Раказван. Адай? Нет. У меня муж, кстати, Адай. Я Бериш. И сын получается, у меня Адай. А, всё, всё, понятно. Тогда что? Завершим, как всегда, Алха, Казахстан. Алха, Казахстан.